Дорогие друзья, очередной привет компания Прокатись Чкуру на берегу Финского залива Антон Кожанов, Ильин Владимир. Сегодня мы будем презентовать, точнее не мы, а представители завода, директор Антон будет нам презентовать две новые модели лодок North Silver Fish Sport 615 с двумя новыми мощными моторами Mercury F200. Редактор субтитров А.Семкин Расскажи, пожалуйста, нам вообще, что за лодки, идея, философия вообще вот этих вот лодок, которые сейчас новые, да, то есть это продолжение все-таки модельного ряда после 585. Да, безусловно, это продолжение модельного ряда Fish Sport, то есть это на данный момент это флагман линейки Fish Sport. До этого у нас самая большая была из этой линейки, это 585, которая всем хорошо известна. Сейчас вот мы сделали новые модели 615, это абсолютно новый корпус, буквально вот первые тесты с вами мы проводим. Корпус с точки зрения гидрообводов, да, обводов все новое. Вообще абсолютно новое, да. Просто по внешнему виду мы уже заметили, ну, вроде как 585, но все-таки что изменилось? Вот поподробнее просто по днищу, там, по бортам, по материалам, по компоновке. Какие особенности у этой лодки 615 метров? Компоновка, это, наверное, пожалуй, единственное, что практически не поменялось. То есть компоновка как раз все изменилось меньше всего. Просто на наш взгляд нам кажется, что компоновка 585 и Fish Sport на сегодняшний день достаточно удачная, как бы, и подходит больше части потребителей. Вот, из нового, что здесь совсем новое, как мы уже сказали, это корпус. Здесь поменялась келеватость, здесь поменялась ширина, здесь поменялась длина, скла, борт, в общем, как я говорю, поменялось абсолютно все. Ну, смотри, длина по корпусу этой лодки сейчас какая? 575. 575. С кринолинами, соответственно, 615. Значит, ширина лодки? Ширина 2,25. 2,25, то есть она стала побольше. Да, она стала 10 сантиметров. Топливный бак, насколько сильно изменился? Топливный бак на 20 литров увеличен по сравнению с 585, теперь он 170 литров. Максимальная мощность мотора 200 лошадиных сил здесь установлена. Кстати, замечу сразу, что сегодня будут произведены тесты на замер максимальных скоростей, хотя ребята уже подобрали на самом деле оптимальные винты. Лодки у нас представлены с вертикальными лифтами от компании CMC, электрические и гидравлические лифты вертикальные. И два разных мотора, это Mercury F200, обычной стандартной серии, мотор V6 и Mercury F200 Pro XS, мотор V8. И как раз вот сегодня в конце проведем тесты, замеры, динамику разгона, впечатление как раз даст. Вот, и посмотрим, чем все-таки эти моторы отличаются, потому что очень много людей, и у вас, и нас однозначно спрашивают все-таки, что взять, ребята, что купить. Вот как раз сегодня постараемся ответить на этот вопрос в самом конце нашего видео. Да, я думаю, это видео будет интересно даже не только клиентам, которые хотят приобрести нашу лодку, но в том числе и людям, которые хотят сравнить эти моторы. Потому что у нас абсолютно одинаковые корпуса, как мы уже сказали. Ну, это достаточно интересно. Стандартная загрузка, носовой электромотор, четыре аккумулятора, там несколько пилотов, там один пилот-штурман и, соответственно, мотор. Таких, как я, это уже, если двое, таких, как я, это уже трое, как бы считается, по нормативам. Ладно, ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Давай все-таки вернемся к лодкам. То есть, вот здесь они у нас представлены таком серебристом, серебристо-черный цвет и оранжево-черный. Классическая такая красивая гамма, которая сейчас есть на самом деле на текущий момент. То есть, стекла у нас остались те же самые, да, то есть, это каленое остекление. В консоли все те же самые. Все то же самое. Единственное, что поменялось, увеличилась ширина калитки, ширина проема. Сами стекла остались те же самые, только увеличилась центральная форточка. Носовая часть, кокпит, намного приросли. Все-таки ты больше всех знаешь, и картинки все, как это, инженерные, знаешь и помнишь наверняка. То есть, вот сами все внутренние компоновки, она как-то изменилась? Да, безусловно. Мы внесли некоторые изменения. Мы, наверное, попозже все посмотрим более внимательно. Из, ну, вот могу сказать, что по ощущениям лодка, конечно, чувствуется, что она стала больше. То есть, лодка стала больше места. Да, мы провели некоторое время, скажу сразу, да, и вот уже понятно, что реально она стала побольше внутри. То есть, не такая компактная, как 585. Все же могу сказать одно, что по поводу компоновки, да, то есть, вот 585 лодка, она была в своем размере, люди жаловались маловато. Вот эта лодка, она для кого все же сделана? Ну, это в первую очередь сделано для тех, кому 585 было маловато и с точки зрения внутреннего пространства, и с точки зрения скоростных характеристик. То есть, эта лодка быстрее, эта лодка больше. Мы недавно тестировали 585 с вертикальным лифтом C-Star, с мотором Mercury 150 Pro XS. И мы, в принципе, достигли, ну, вдвоем почти 80 км в час. Это была винт инерция. Ты уже проводил тестовые испытания. В принципе, мы можем сказать максимальную скорость уже, да, то есть, какая была достигнута, в какой компоновке. Поделись пока. Конечно, мы сейчас поедем с тобой на воду, все это будем снимать, показывать, чтобы вот все прям по-честному было, да. То есть, вот какие скорости, на каких винтах вы уже смогли достичь. Все-таки вот 585-й корпус, да, как бы он не классный, ну, как бы классный, да, не был. Все-таки люди жаловались, что лодка не может выйти из воды. Это видно, выходит, вот однозначно. То есть, по всем фотографиям видно, она выходит из воды. То есть, и 585-й для того, чтобы разогнать до скорости 80, да, лифт, борьба, винты и прочее. Какие скорости? Сегодня мы разогнали эту лодку с мотором 200 V6 до скорости 89 км в час. Загрузка 2 человека, 4 аккумулятора, электромотор и полный баг бензина. Ну, то есть, в целом, на самом деле, 89 км в час. Это вот такая загрузка максимально, предельно, фактически, там. Ну, да, для двух человек. А винт какой инерции? 21. 21 на 14 на 21? Нет, 13,6 на 21. 13,6 на 21. Мы сейчас шли, кстати, на оранжевой лодке, да, очень классно. И я обратил внимание, что мы шли на оборотах 2,900. Расход на 200-м моторе, на 200-м моторе расход 20 литров. Мы идем глиссируем на скорости 38 км в час. Там какой винт стоит сейчас, не помнишь вообще? Сейчас у вас стоит 20-е, 20-е инерция, шаг 13,8. 13,8. Диаметр 13,8, шаг 20. Тоже инерция. Очень хороший показатель. Сколько она дала по максималке вообще? Вот эту еще мы пока разгоняем в процессе. Я думаю, сейчас будет где-то 91-92, судя по тому, что мы уже получили. С этой мы еще не успели закончить до конца все тесты, но как раз с вами их и закончим. Ну, я думаю, что да, пока мы будем снимать это видео, монтировать его, мы где-нибудь там припишем все-таки, какую максимальную скорость мы получили, и видео мы добавим. Что сейчас об этом? Мы в будущее не можем смотреть, к сожалению, не знаем. Благо мы тут два дня уже, и тесты продолжаются. Что еще интересного вообще в принципе в этой лодке было воплощено? Какие новые идеи? То есть вообще вот там, потому что 585-х изменений было масса. Я как-то в какой-то момент заморачивался и считал почти 14 версий, там, модификации, наверное, там, за два с половиной года. Ну, блин, колоссально. Но все-таки здесь должен быть такой вот прям финал. Конечно, мы тут собрали все лучшее, чтобы было в 585, плюс доработали уже те вещи, которые на сегодняшний день в 585 сделать не представляется возможным. Например, очень многие просили сделать рундук под аккумуляторы под палубное пространство. Да, теперь он там есть, там можно разместить до трех аккумуляторов. Сделали систему хранения спиннингов. Да, изменилась в том числе система хранения спиннингов. Теперь в каждом рундуке под спиннинги можно положить три спиннинга, и они теперь сухие с комиксами. Плюс мы поменяли замки, теперь там другие замки, такие же, как на остальной палубе. Нам позволило это сделать увеличение, собственно, лодки, высоты борта и глубины самого рундука. Теперь там можно поставить достаточно, замки с достаточно большой шпиль. Ну, длину спиннинга проверяли какой-то? Мы с тобой привезли, сколько там? Здесь, в принципе, практически любой спиннинг, которым ловят с лодки, влезают. Ну, то есть, 2,8 влезает? 2,8, да, 2,8, 2,75, конечно. Лодка все же рыболовная, для рыболов. Вот мне, например, лично видится, вот, подтверди мои слова, вот эта лодка, она, мне кажется, идеальна будет для компании, ну, скажем так, там, три рыболова плюс гид, либо четвертый человек, который там за штурвал. То есть, вот, да, конечно, это, в принципе, на этом размере уже 3 человека могут ловить абсолютно спокойно. 4, конечно, уже надо некоторую сноровку иметь, чтобы друг другу не мешать. Но, в целом, конечно, лодка уже большего размера, более просторная. То есть, это будет видно, мы покажем, кокпит, кокпит стал гораздо больше. То есть, в принципе, у нас фиш-платформы практически не изменились, что носовая, что кормовая, вот кокпит увеличился. Сидеть намного стало удобнее, все-таки ноги, расстояние между ногами в 585-й, ну, меньше, да, собственно, там центральный кокпит изменился. Антон, я заметил, что на черно-оранжевой лодке, все-таки, мне ощущение, что она первой сделана, относительно серебристой. Потому что я вижу момент, да, вот, например, задняя рецептная перегородка, соответственно, да, то есть, она там где-то повыше сделана, плюс на серебристой, ну, на серебристой пониже. Насколько вот эти изменения, что останется в серии, в итоге, войдет? Вот, с черно-серебристой лодкой, это уже финальная версия, которая будет продаваться. Оранжевый это прототип, если ты обратил внимание, там нету кринолинов, в том числе. Мы сделали эту лодку без кринолинов. В принципе, кстати говоря, если кому-то не нужны или не нравятся по какой-то причине кринолины, можно заказывать лодки без них, не все об этом знают. Какая скидка или доплата за кринолин? Скидки никакой, доплаты тоже, поэтому кринолины... Часто люди задают вопрос, типа, ребят, я тут кринолины не беру, что мне это самое, сделайте мне скидку, да, то есть, ну, вот, все, завод сказал, все, вот, либо так, либо так, к нам безразистно, да. Я обратил, кстати, внимание на удобную штуку, ниша для ног, когда в кокпите. Насколько это вот удобно, что-то было вызвано вообще? Безусловно, очень удобно, просто в этой лодке у нас, поскольку появилось дополнительное пространство, мы смогли немножко по-другому распределить блоки плавучести и выделить место, вот эту нишу под ноги. Теперь гораздо удобнее подходить к борту, то есть, ноги можно завести в эту нишу и стоять вплотную практически к борту. Ну, сегодня попробуем, как раз на вечерку выйдем, я думаю, что в этом материале все и поместится. Блоки плавучести, те же, та же самая? Да, у нас все то же самое, технология та же самая, которая нами уже там годами отработана, потому что мы... Максимальная плавучесть, максимальная надежность, шумоизоляция, плавучесть, жесткость непосредственно всего корпуса, это ощущается на волне, когда лодка запенена, она, конечно, так более себя ведет, более собрана. Все полости запенены? Да, да, да. Наш сервисный центр постоянно мучается, когда вскрывает Нордсильвер, там, то для музыки, но тем не менее... Это, да, есть такой момент, ну, игра стоит свеч, мы считаем. Однозначно, однозначно. Какие-то изменения в Реданах вообще еще будут, нет? То есть, двигаться Реданы вперед-назад, смещаться? Нет, мы уже по корпусу, мы уже провели, в принципе, мы считаем все тесты, нам этого достаточно, все получилось удачно. К сожалению, у нас нет сегодня волны, чтобы походить, мы постараемся где-нибудь найти или с помощью другой лодки сделать, но постараемся это показать, потому что лодка идет, конечно, по-другому, она идет лучше, у меня больше килеваттс, как я уже сказал. Кстати, по поводу килеваттс, килеваттс на миддль и на транс, на транс у нас 19 градусов, на миддль 25. 25 на 19, да, хороший задел, мощный, хороший. Но этот размер уже позволяет сделать такую большую килеваттс, поэтому... Антон, обратил внимание на то, что борт избавился от небольших потяжей, которые были в 545-х, присутствуют в 585-х лодках, вот предыдущих, да? С чем связано вообще? Ну, мы поменяли немножко конструктив, теперь крепление палубного настила, оно не приваривается к борту, и поэтому нету сварных швов, они не проступают, потому что их, в принципе, нету на борту. Также мы поменяли сеговку, наверное, когда мы покажем ближе, это будет хорошо видно, изменилась скула, изменился борт, то есть профиль лодки стал другой. Лодка, конечно, узнаваемая, все равно видно, что это линейка Fish Sport, но уже немножко другая. Ну, это видно, да, это вот даже там уже... Люди, которые понимают, люди, которые видят, они уже понимают даже где-то такие всплывающие обводы, они можно там где-то посмотреть, вспомнить, о, блин, я это где-то видел. Здорово, на самом деле, хорошо, потому что это вот вопрос такой, очень трепетно люди относились, что подходит там толщина металла вообще на бортах, на днище, какая здесь и относительно 585-е. Это не изменилось, это все осталось то же самое, 3 мм борт, 4 мм днище. Понял. У меня вопрос еще по поводу межконсольного рундука. Я обратил внимание, что данный межконсольный рундук на 6.15 отличается от 585-го, даже последних там модификаций. Да, можно сказать, что в 585-м по большому счету нету межконсольного рундука, то есть тот межконсольный рундук, который есть там, это, по сути, часть большого носового рундука. То есть он, конечно, отдельно выгрыжен, но я бы не назвал это прям отдельным рундуком. Здесь тоже непосредственно отдельно абсолютно рундук. Сколько в него помещается аккумуляторов? 2-3? То есть на него можно поместить 3 аккумулятора, но мы считаем, что 24 вольта для этой лодки вполне достаточно, поэтому мы обычно ставим, ну не обувь, как только начали, но планируем ставить 2 аккумулятора. Ну, просто на самом деле, по опыту, по нашему опыту, лодки, длинные лодки, они требуют, наоборот, больше длины ноги. То есть это электромоторы, которые там 36 вольт на самом деле ставятся, то есть, соответственно, 3 аккумулятора. Но технологии не стоят на месте, от себя могу добавить, да, то есть 36 вольт сейчас, лиферный аккумулятор, он вот просто чуть больше, чем обыкновенный и помещается вообще практически в любой рундук. Безусловно, и тем более для этой лодки даже я бы сказал, что лиферный аккумулятор будет предпочтительным, потому что лодка скоростная, и она, конечно, очень чувствительна к развесовке, и если хотите добиться максимальных скоростных характеристик, наверное, имеет смысл использовать лиферный аккумулятор. По поводу материалов. В данном случае у нас одна лодка идет с моредеком на носовой палубе, вторая лодка идет с синтеком. Соответственно, самое фирменное и самое лучшее покрытие, мы все это знаем, фурнитура перка американская, это мы уже тысячи, мне кажется, раз рассказывали про премиум класс реально этих лодок. Это просто круто, на самом деле, ты прям вот берешь и чувствуется качество. Доплаты какие-то есть за формирование синтек, моредек. Соответственно, заказ на заводе можно разместить, комбинированные палубы моредек, синтек, кормовая, да, соответственно. Доплат никаких нет, никаких доплат нет, вы можете выбрать или обе палубы в ковролине, или обе в виниле, или одна в ковролине, другая в виниле. Часто тоже так заказывают, когда носовую палубу просят сделать винили, мы тоже с огнем, доплат никаких нет. Понятно. Цветовая гамма. Какие вообще, в принципе, цвета, то есть, сами по себе, вот на этих лодках там присутствуют, что можно заказать вообще у вас? В принципе, заказать можно практически что угодно, это ничего не стоит, если мы не меняем дизайн непосредственно наклеек. То есть, если вы попросите покрасить борт в любой цвет, какой вы хотите, мы можем это сделать, это будет сделано без доплаты. Но, единственное, мы не рекомендуем клиентам, которые не уверены в своих дизайнерских способностях, выбирать цвета самостоятельно. Потому что у нас на сегодняшний день достаточно большая цветовая гамма, красивые цвета, красивые сочетания, есть из чего выбрать. Ну, то есть, фактически, я так понимаю, как это, фиолетовый перламутр делать вряд ли будете? Ну, можем, 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 понятно. Мы делали, у нас есть, у нас есть и полностью фиолетовая лодка с такими желтыми наклейками, клиент сам выбирался. Так, кстати, не еще получилось. Делаем любой цвет, какой клиент захочет, но если это не касается изменения дизайна цвета наклеек. Антон, ты как человек, наверное, занимающийся больше всего продажами в компании Нордсильвер, розничными, оптовыми продажами, да? То есть, как ты думаешь, 615 вообще возьмет пальму первенства относительно 585 лодки? Все-таки 585, она более доступна, она доступна по деньгам, на нее, ну, в общем-то, не нужны категории ЕГБ, это, так сказать, с тормозным, с тормозом наката прицеп фактически не нужен, да? Ну, допустима мощность мотора, скорости нормальные, хорошие, то есть, по компоновке. Вот как ты думаешь, вот это все-таки, она перебьет 585 или где-то вот на одинаковом уровне будет? Нет, мы так не думаем, потому что все-таки это лодки уже разного размера, как ты сказал, это разные прицепы, это разные моторы. Моторы этих деньгах отличаются очень существенно от моторов 150 лошадиных сил, достаточно дорогие моторы. Тоже, конечно, дорогие, но эти еще дороже. Потому что здесь машинка DTS уже идет, супровая здесь. Да, конечно, безуправление. А ты помнишь, кстати, пока перебью, извини, комплект, вот сейчас сколько он примерно получает? Миллион мотор и плюс комплектующие, комплектующие на Меркури все докупаются отдельно, это где-то 250-300 тысяч, в зависимости от того, что вы выберете. У Меркури очень богатый выбор дополнительного оборудования на мотор, поэтому комплект может стоить разный день. Ну и лодка, соответственно, где-то миллиона полтора. Да, то есть комплекты где-то, то есть где-то в районе 3 миллионов рублей, да, 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 лодка с мотором. Такая начальная, где-то можно втиснуть прицеп, можно как бы моторы и подешевле, по там 175, 175 есть, например, Yamaha мотор, он существенно дешевле, чем эти моторы будут стоить. Но в любом случае достаточно дорогой комплект получается. Вернемся, хорошо, я понял, вот вернемся к 615, все-таки твое позиционирование этой лодки вообще в принципе на рынке. Но эта лодка либо для большой компании, либо для тех, кому нужны какие-то высокие скоростные характеристики, а можно сходить около на скоростях около 90 километров в час. Почему Меркури? Ну, в данный момент нам было очень интересно, как, наверное, многим будет интересно сравнить эти два мотора, потому что это оба мотора 200 лошадиных сил, но моторы разные, один мотор V8 Pro XS, другой мотор V6. Хотим посмотреть, как они себя покажут. Ну, как сказали ранее, люди, в общем-то, интересовались, в чем отличие, что купить, что купить. Да, да, мы сами хотим посмотреть, мы тоже не делали прямых сравнений, прямых тестов на одинаковых корпусах, это для нас тоже первого, будет интересно. Ну что, не будем утомлять, поехали на воду, серия тестов началась, точнее продолжается, я вам честно сказал, да, уже, то есть определенные винты подбора скоростей есть, и в конце тесты, замеры и выводы с тобой сделаем обязательно. Это, я думаю, что будет уже после нескольких часов теста, но мы все это дело смонтируем красиво, и получим яркую, сочную, наверное, надеюсь, картинку. Погнали! Выбрались на воду, понятно, сейчас мы будем делать тестовое испытание с Антоном вдвоем в лодке, 4 аккумулятора, электромотор, полный бак, наверное, да, у нас там получается, вот, камера GoPro направлена на прибор Lawrence HDS 12 Live, соответственно, будет все протоколировать, будем разгоняться, смотреть. Слушай, расскажи, пожалуйста, по поводу все-таки базовой комплектации, что в нее входит, и какая ориентировочная цена изначально? По большому счету базовая комплектация не изменилась по сравнению с 585-м, единственное, что добавилось, это гидравлическое рулевое управление, гидравлик Ультрафлекс НОУТЕК, мощностью под моторы, мощностью до 300 лошадиных сил. Понятно. Остальное все... На 585-м была очень богатая комплектация, поэтому... Ну да, фактически здесь отличие только в том, что гидравлика добавилась. Да, по большому счету, да. Ну что, дальше давайте посмотрим, наверное, какие у нас будут обороты, расход топлива и скорость на круизных режимах. Сейчас мы выставим 3000 оборотов в минуту, настроим trim, настроим лифт и посмотрим, что у нас будет. Так, ну вот, идем 3000 оборотов в минуту, скорость 40 км в час. 2,4 км на литре, ну или 16 литров в час. Все, разгоняемся, максимальную скорость смотрим. Все, поехали. Так, trim опустили, все. Начинаем поднимать trim, как разгоняемся. Так, разгоняемся, разгоняемся. 88,5, ну примерно так. Наверное, еще можно было бы немножко с настройками trim поиграть и лифта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Да, ну испытываем вторую лодку 615 Fish Sport с мотором Mercury 200 V8 Pro XS Ну что, поехали Так, сейчас мы посмотрим, как будет на 3000, какие у нас будут результаты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, мы решили проверить остойчивость на лодке North Silver 615 Fish Sport Два человека на одном борту Сейчас я подойду на этот левый борт И как раз мы с вами проверим, насколько лодка, в принципе, будет погружаться, не погружаться Вот можно заметить, что даже фактически там несколько сантиметров корма притопилась Если бы здесь был кринолин, лодка-экспериментальный прототип То, в принципе, он бы даже под воду не ушел Давайте перейду на нос Вот Три человека на левом борту Сейчас мы синхронно перейдем на правый борт Саш, готов? Да Да, давайте перейдем на правый борт И посмотрим, как все это дело реализуемо То есть абсолютно никаких проблем в плане перехода, резкого передвижения То есть я скачу по лодке Широщенная лодка доказывает то, что она очень остойчива Два человека ловят на носовой палубе Я нахожусь на кормовой палубе Два человека не мешают друг другу При этом я сейчас проведу эксперимент Когда фактически могу, наверное, развлечься именно на корме Сейчас посмотрюсь Во мне рост метр семьдесят пять Можно сказать так, что В принципе, здесь можно загорать Пока двое ловят Можно абсолютно спокойно развалиться Позагорать, отдохнуть Ну или в конце концов Поставить Одноместную, двухместную, полутораместную палатку Два дня на лодках Нордсильвер 615 Фишспорт Да? Давайте попробуем сделать выводы Антон, ну у тебя первые выводы должны быть по поводу Меркури Про Икс С 200 и обычные 200 Соответственно, давай Вот какие твои ощущения Свои ощущения я уже знаю Давай попробуем Ну, мои ощущения такие Что 200 Про Икс С Все-таки, наверное, мотор для тех Кому Кто-то собирается участвовать в каком-то спорте Кому нужно максимальное ускорение Потому что, ну, это будет видно Что этот мотор Очень приемистый Очень быстро набирает скорость Для тех, кому, на мой взгляд Нужно больше комфорта Акустического комфорта Я бы, наверное, выбрал 200 В6 Потому что разница скорости, в принципе, была не такая большая В максимальной скорости Максимальной скорости Да, в максимальной скорости Мы потом покажем наши результаты замеров На разных винтах Мы провели много тестов Поэтому, наверное, будет интересно посмотреть В динамике разгона все-таки Про Икс С обогнал Да, безусловно Он прям вырывается На тяжелой загрузке Когда у лодки там 4-5 человек То есть груженая лодка То есть фактически Вот ты правильно сейчас сказал То есть те люди, которые хотят Для соревнований Для большой загрузки Должны выбрать, ну, скажем так Проиксис Я думаю, что да Те люди, которые хотят Акустический комфорт Все-таки, то есть потише Потому что мотор именно 200 обыкновенный Выбирает обыкновенный мотор То есть, ну, им это важно на самом деле Хорошо Мы попрыгали по волнам То есть, сняли скоростные показатели Мы с тобой достигли там порядка 90-89 Там 90 километров в час То есть лодка была очень стабильна На самом деле Ну, это как бы мое личное мнение Мне лично лодка понравилась очень То есть вот сейчас, конечно Тихо, спокойно Умиротворенно Уже вечер Наверное, по времени 10 вечера Сейчас суммарно, да Я даже не знаю Не смотрю на часы Но фактически Вот мы целый день провели на этих лодках Очень классно, ребят Очень классно Очень понравилось Очень мягко Очень тихо А самое главное Безопасно Слушай, вот могу сказать одно Что достаточно много людей Из Москвы Интересуются Ну, в связи с тем Что легко транспортировать эту лодку Что нужно Необходимо Для того, чтобы выйти в Финский залив Мы сегодня вышли Попрыгли по волнам Посмотрели Кайф половили То есть, это мы, да То есть, вы тут местные Что нужно для тех Кто из Москвы Из другого региона Все-таки выйти сюда В прибрежную Пограничную зону Я бы так назвал Ну, вообще Финский залив Это уже Зона действия Радиостанции Морского диапазона То есть, уже Личные радиостанции Здесь не подходят Все Пользуются Морскими радиостанциями То есть, надо просто Купить либо портативную Либо стационарную Радиостанцию Морскую Да, морскую Этой морской радиостанцией Можно пользоваться По всему миру То есть, это единый стандарт В отличие от речной радиостанции Которая есть По большому счету Только в России В любом случае Про другие страны Не знаю Что касается того Чтобы выйти в какую-то Погранзону Нужно получать разрешение Нужно докладывать Об этом по морской радиостанции На частоты Погранслужбы Что ты выходишь Такая-то лодка И, в принципе, можно выходить Ну, что хочу сказать От себя я бы хотел Подытожить На самом деле Вот сегодня мы Оттестировали две лодки North Silver 615 Я думаю, что Антон Со мной согласится Более чем Уверен даже Очень много времени Продвели сегодня Значит Во-первых, удобно Удобно Все-таки для лодки Вот еще раз То, что мы с утра Подводили некие мысли К тому, что Три человека в лодке Именно рыбака Плюс один егерь Абсолютно спокойно Если люди умеют ловить И комфортно ловят Ну, скажем так В стесненных условиях То четыре человека В этой лодке Абсолютно спокойно Могут находиться И ловить именно Да, то есть четыре человека Второе Очень важное замечание То есть первое Это было одно Второе То, что кокпит У этой лодки Достаточно большой И на самом деле В связи с тем, что Фиш-платформа Осталась от 585-й лодки То есть она практически Там не изменилась Ну, только в ширину Я понимаю, прибавилась С точки зрения Как бы компоновки Очень правильно То есть удобно стало То, что внутри Много мест Удобно то, что Пока В пространстве Под консолями Отсутствуют Ну, скажем так Некие рундуки Полочки и прочее То есть можно Вытянуть ноги Еще больше То есть человек Ростом Я предполагаю Так метр девяносто Абсолютно спокойно Может разместиться На этих консолях Появился большой Рундук Да? То есть вот появился Ты меня если что Подправляй Да? Нет, все правильно Появился большой Рундук для двух Мощных нормальных Аккумуляторов Либо одного Лиферного аккумулятора То есть появились Четвертое Это появились Пространства Ниши Для ног Для рыболова То есть удобно Подойти к борту Абсолютно спокойно То есть мы не Испытываем Неких неудобств И спокойно Абсолютно Можем там Поднять под саком Там ту же самую рыбу Удобно То что мы показали Например Хранение спиннингов Да Оно может быть Не такой комфортный Но тем не менее То есть 6 спиннингов Снаряженных В боевое состояние Всегда в этой лодке Доступны Можно их перевести Удобно Хорошо Носовая палуба Она стала Больше Расход Честно меня Сегодня поразил То есть на 200-сильном моторе Когда мы идем В круизном режимах Там на 2900-3000 оборотов При правильно Подобранных винтах Мы имеем расход Там в районе 20-22 литров Ну то есть Это что-то поразительное С учетом того Что бак на этой лодке 170 литров Мы получили Большую Достаточно Дальность хода То есть Ну нормально Да И если необходимо Мы получили Максимальную приемность Максимальное ускорение Максимальную приемность Слушайте Друзья Ну это реально Прорыв Это реально Удобно Это комфортно Это скорость Это вот все-таки Ну скажем так Это не то что Бестселлер Наверное будет продаж Ну а близко К этому Это 100% Я Лично почему Не считаю Что это может быть Там топом будет Потому что все же Мне кажется Из-за Неких неудобств При транспортировании Да То есть Все-таки категорию Екб Не каждый готов открыть И Лодка 585 Она все-таки В любом случае Останется лидером Как тебе кажется? Весь Скарб Лишник Там 200 килограмм Еще бензин Там на неделю Там или на две Да-да-да То есть У нас есть Определенный Там нюанс Скажем так Вот Что еще хотелось Добавить Цена лодки Чуть-чуть Больше Но В базе Уже идет Гидравлическое управление То есть У нас Увеличенный Топливный бак Максимальная Мощность мотора 200 лошадиных сил Гидравлическое управление У нас идет Ультрафлекс Ну На Ветх До 300 лошадиных сил У нас идет В комплекте Максимально Приспособлена Под рыбалку То есть Максимально Комфортная На самом деле Нормальная Хорошая Продуктивная Лодка Ну я вас поздравляю На самом деле Спасибо Вы сделали Очередной Просто прорыв Реально Бомба рынка То есть Я уверен Что эта вещь Востребована Будет однозначно У людей Которые хотели Перейти Которым не хватало Наверное 5.85 Да И которые хотели Чуть-чуть побольше Чуть-чуть пошире Чуть-чуть подлиннее Чуть-чуть поскоростнее И скорость Друзья 90 км в час Можно В принципе Разогнать 91-92 Мы это показали Да То есть Но Как это Есть определенные нюансы Когда Ну Нужно уже Держать Ухо в острове В общем-то То есть Особенно Как бы На спокойной воде Можно разогнать Да А на Скажем так На волнение Уже не хочется Спасибо тебе большое Спасибо Что пригласили нас В нашу компанию Мы очень рады Да Чтобы помогли Вам Нам То есть Вот Все классно Спасибо Было здорово Спасибо Да Друзья В очередной раз Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Увидимся на воде Пока Пока Что Что это Работает А ты не чувствуешь Кумарок Ну да Гвоздика Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова